Стихи живут Поэзия хранит лучшие образцы нашей речи и не дает словам обесцениться, наполняет слова живым смыслом, и мы продолжаем понимать друг друга, и мы остаемся народом. Еще задолго до чемпионата Европы по Монтаболу спортсменам предложили принять участие в поэтическом проекте со стихотворением Василия Жуковского, строки которого в итоге оказались для них пророческими. Отчизни кубок сей друзья, стране, где мы впервые вкусили радость бытия, поля, холмы родные. Родного неба, милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки. Что вашу прелесть заменит, о Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя. Это стихотворение нашло отклик в сердце каждого Монтаболиста. Тренер российской сборной Валерий Нефантьев признался, что строки великого поэта смогли отразить его чувства и снова погрузить воспоминания о триумфальной победе над сборной Германии. 22 июня, в день начала войны, был финал чемпионата Европы со сборной командой Германии. Поэтому когда, я уже стал сентиментальным, когда звучал гимн России 22 июня в Германии, поэтому это навело действительно такое событие эпохальное для нашей спортивной жизни. Мотаболисты убедились, что стихи живут, когда они звучат. Поэтому призвали всех скорее присоединиться к проекту историко-культурного центра, больше читать и вдохновляться произведениями великих поэтов. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева, Винетово.